зима это не самое плохое время года для автолюбителей но потому что есть возможность погонять и боком в том числе на таких машинках которые летом делать этого не могут вот какая зима хороша вот такая мягкая как сейчас минус 25 конечно это не совсем комфортно и вот тут мы поговорим о том где заправляться потому что при минус 25 в некоторых случаях тот состав который находился на свечках моих автомобилей допустим даже зажечь зажигалка не удавалось потому что потому что правильно вода присутствует естественно вода она везде 98 процентов влажности поэтому говорить о том что у кого-то есть абсолютно чистый бензин это не совсем правильно кстати вода это не совсем плохо для двигателя потому что во время второй мировой войны вода добавлялась в камеры сгорания и работала в качестве форсажа но естественно мы не хотим вставать и вот здесь на вокзальной на заправочные станции на улице вокзальной ну-то автологии он так она есть рядом с вокзалом вот улица шишка здесь вот я заправляюсь потому что не всегда у меня есть возможность приехать на ду заправочную станцию береговая почему здесь я заправляюсь и вам советую потому что здесь видите открытые колонки то есть в холода даже та вода косо которая может присутствовать в топливе она просто-напросто замерзает они попадают в бензобак да да если стартер крутит а машина не заводится а вчера еще заводилась и вы не намудрили сигналкой в принципе заводится далее на мороз цепь бесполезно нет конечно 6 8 10 или 12 цилиндровый двигатель завести то можно и машина на четырех горшках потихоньку прочухается но рядную и самую распространенную в россии четверку только в тепло что может помочь заправка на проверенных станциях естественно вот эта проверенная станция на пересечении тивосяна и 50 лет магнитки сейчас в стадии реконструкции а точнее обновление и будем надеяться скоро запустится но и сейчас заправляемся тут качественным бензином и соляркой но и не все автомобили переносит минус это я дизелях была у меня такая машина и вот чтобы заводиться и зимой и летом мне пришлось за 30 тысяч километров пробега 3 тонны солярки перелить из канистр через сидячка и воронку в бочку затем уже обратно и опять через сидячка и воронку что естественно помогло мне когда возникла спорная ситуация по гарантии мой бензобак соляробак точнее был абсолютно чистым но что не знал я что в сети заправочных станций как у меня там на вокзале на вокзальные что вот здесь вот тивосяновской мы и так назвали на пересечении улице тивосяной 50 лет магнитки вовремя заводится зимний вид топлива под названием солярка так что дизелисты спокойно заезжайте и заправляйтесь если честно то для магнитогорских условий и для дизелей еще бы хотелось чтобы завезли арктику естественно лучший вариант это подогрев фильтра и сепаратор есть правда и дивный баллончик холодного запуска но в некоторых случаях и на храняемых стоянках дизель то можно и не глушить дизель с его небольшим расходом на холостых да и вообще это позволяет но если честно то для большинства автовладельцев россии гораздо привычен все-таки бензин да и прохоровский емобиль электрическую силовую установку подпитывать будет бензином ну а мы клиенты этой сети послушаем независимое мнение о качестве онова здесь судя по оснащению вашего транспортного средства я понимаю что вы знаете толк в бензине да где заправляемся вот на этой заправке не подводил ни разу бензинчик да нет нормально ничего едет машина и 150 к был который зарядил он и выдает конечно здравствуйте часто здесь заправлять я еще работал здесь вот здесь работали и заправляетесь и как бензин . река и не было у нас у нас получилось такая интересная передача скажем так цикл сюжетов и полезных советов от сети заправочных станций вот здесь уже на береговой совет многоопытным работникам комбината которые экономят деньги и время в аккурат через пару часиков здесь начнется фестиваль под названием пятичасовая пробка чё делать то пробку можно обрезать потому что вот въезд на а звезд береговая заливаете качественный бензин вот эта пробка здесь будет стоять но минут наверно 20 вы сюда заехали а там есть такой выездочек хитрый и все и заправились хорошим качественным бензином и время сэкономили такая шутка хотя в каждой шутке есть доля правды